Всех приветствую дорогие друзья! В моих руках смартфон от компании Tecno. Да, в это трудно поверить, так как дизайн действительно очень специфический и этот смартфон, ну честно говоря, не похож на тот Tecno, к которому мы уже привыкли. В этом обзоре мы с вами, наверное, разрушим тот миф, что компания Tecno делает недорогие бюджетные смартфоны, там стоимостью, грубо говоря, 20-25 тысяч рублей, либо же совсем ультрабюджетники, которые там, грубо говоря, по 100 долларов стоят. В этом обзоре мы с вами посмотрим Tecno Phantom X2 5G, будет интересно посмотреть, чем этот смартфон хорош, да вообще будет интересно посмотреть, так как это лайт-версия флагмана. Давайте начинать. Не могу я не начать с распаковки, так как вы только посмотрите на этот стильный дизайн коробки. Достаточно-таки она качественная, плотная, ну и в целом, конечно, ощущается, что это не дешевое какое-то устройство. Кстати, по поводу стоимости, 39 тысяч рублей версия 8-256, либо же на данный момент по курсу около 400 долларов. Есть вот такой язычок, за который потянув, выезжает, в принципе, все у нас содержимое. С левой стороны смартфон, можем его убрать. Так, здесь у нас тоже вот такой картончик, и снизу находится конверт, в котором есть скрепка для открытия лотка SIM-карт. И также здесь есть чехол, достаточно интересного типа, да, он такой вот пластиковый, но здесь есть такая интересная подставка, то есть можно будет смотреть видео, это будет, в принципе, очень удобно. Пластиковый полностью чехол, качество приятное, внутри soft-touch. Открываем остальные коробочки. Здесь у нас должен быть кабель USB Type-C для зарядки и подключения к чему-либо. В принципе, достаточно обычный, привычный нам уже кабелек. Зарядное устройство на 45 Вт. Сам же смартфон, конечно же, бросается своими огромными вот этими двумя модулями, да и в целом вот этой вот нашлепкой глянцевой, практически, ну можно сказать, в центре задней тыльной спинки, достаточно-таки она большая. Модули, кстати, в принципе, сильно не торчат, поэтому никак это именно на ощущение от использования особо не влияет. Производитель на своем официальном сайте пишет, что смартфон представлен в двух цветовых решениях, серебристом лунном цвете и также в цвете звездная пыль, такой, как у нас на обзоре. Прикол такой, что вот сейчас на камеру не видно, но все-таки видно какие-то здесь мелкие крапления и, ну, то ли как блески какие-то, видите, переливаются. Но смотрится тоже необычно. Все-таки, да, какая-то такая вот звездная пыль здесь присутствует, это тоже прикольно. Задняя спинка выполнена из пластика. К сожалению, это не премиальные материалы, то есть это не стекло. Качество сборки хорошее, ничего не скрипит, не люфтит, а самое главное, что эта тыльная спинка, она вообще не марка, то есть, как можете видеть, я вот сколько ее трогаю, то есть отпечатки пальцев совсем не остаются и это, конечно же, вообще круто. Но, правда, ради, в принципе, лежит в руке смартфончик хорошо, вес его 210 грамм и толщина 8,9 миллиметра, достаточно тоненький. Но он очень скользкий, поэтому, ну, без чехла носить, конечно, его опасно, так как руки вспотеют и его можно просто упустить, что будет, конечно же, печально, учитывая, что здесь изогнутый дисплей. Боковая рамка выполнена из металла и давайте с вами посмотрим, что у нас на торцах. На левом торце у нас нет ничего, на нижнем торце мы с вами можем обнаружить лоток, открыв который слоты для двух nano sim-карт, но, к сожалению, здесь нельзя установить карту памяти microSD, но я думаю, что, в принципе, с памятью в 256 гигабайт мало кому будет, так скажем, нужно. Также здесь отверстие, разъем USB Type-C для подключения к чему-либо, отверстие микрофона и решетка внешнего динамика. На правом торце клавиша включения-выключения, она интересно выполнена в таком красном стиле, смотрится прикольно. И качелька регулировки громкости. На верхнем торце у нас вот такая вот интересная вставка глянцевая, вся залопузная становится, и здесь у нас отверстие микрофона. Установленный дисплей имеет диагональ 6,8 дюйма. Это AMOLED дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Лицевую часть защищает у нас Corrin Gorilla Glass Victus. Достаточно прочное стекло, но, тем не менее, здесь уже по заводу наклеена пленочка, и это офигенный плюс, так как вам не придется сразу заморачиваться. Все-таки довольно сложно его сюда наклеить, так как края здесь закруглены. Смотрится он офигенно, нижняя и верхняя рамка, конечно, присутствуют, они, в принципе, не маленькие, но за счет того, что у вас боковых грани практически нет, складывается ощущение, будто держите в руках один дисплей. Также радует то, что дисплей поддерживает частоту обновления в 120 Гц, он действительно достаточно плавный и приятный. Максимальная яркость здесь 500 нит, но при возможности можно выставить режим высокой яркости, и тогда смартфон сам при нужном сценарии и освещении вокруг вас делает его еще ярче, и тем самым яркость будет поднята до 700 нит, что, в принципе, должно хватать на улице в солнечную погоду. Есть режимы защиты зрения, и все самое необходимое. Также радует то, что есть стиль цвета, то есть можем выставить его как ярче, так выставить более холодные оттенки, более теплые. Есть полноценный Always On Display, да и в целом хочется сказать, что дисплей офигенный, контрастный, яркий, картинка лежит на поверхности, то есть действительно под всеми углами все отлично просматривается. В общем, дисплей зачетный. В моих руках, да и в целом, у меня на канале, наверное, это первый смартфон, который в синтетическом тесте Antutu набрал более 1 миллиона баллов, что является, конечно же, рекордом, и это, ну, очень большой запас производительности, которого действительно хватит на очень длительное, долгое время. За производительность здесь отвечает MediaTek Dimensity 9000, изготовленный по 4-х нанометровому техпроцессу, в нашем случае версия 8.256. Кстати, оперативная память здесь используется типа LPDDR5, достаточно быстрая. Также можно увеличить оперативную память с помощью виртуальной памяти, для этого необходимо зайти во вкладку объединения памяти и сдать виртуальную оперативную память. Здесь можно максимум добавить еще около 5 гигабайт, что, ну, просто взрывает мозг, то есть, действительно, этот смартфон можно брать для игр. Греется он, конечно же, неприятно, то есть, у меня было так, что он нагревался, сам процессор до 50 градусов, и в руках его держать совсем некомфортно, то есть, без чехла, ну, неприятно совсем. Но в целом, это кайф на нем играть, так как все графически сложные игры работают на высочайших настройках графики, и вполне комфортно, без каких-либо подтормаживаний, и все достаточно шустро. На тыльной стороне смартфона расположились у нас три сенсора. Основной на 64 мегапикселя, 13-мегапиксельная широкоугольная камера и 2-мегапиксельный вспомогательный сенсор. Также здесь LED-вспышка. Вспышка достаточно яркая, но отдает какое-то зеленцо, честно говоря. Фронтальная камера здесь на 32 мегапикселя. Также радует то, что здесь есть фронтальная вспышка, что, ну, когда-то все-таки может пригодиться. Касаемо съемки видео, то основная камера умеет писать видео аж в 4К 60 кадров, 30 кадров. Что касается фронтальной камеры, то она умеет записывать только в 1080, 30 кадров и в 60 кадров. Ну, в принципе, даже этого, в принципе, может хватать. Что же касается качества снимков, то в целом, они меня чем-то не удивили. То есть, я не могу сказать, что это флагманские классные очень камеры. Снимки, все-таки, мне кажется, могли бы быть и получше, и почетче, и режим Super9 мог бы отрабатывать получше. Я бы даже так сказал, что камеры от Samsung, в принципе, смартфонов за те же деньги, будет, скорее всего, фотографировать лучше. Делайте выводы, смотрите снимки. За автономность Tecno отвечает аккумулятор емкостью 5160 мАч. В комплекте идет зарядное устройство на 45 Вт, с помощью которого от 0 до 100% он заряжается примерно за час. Что же касается заряда аккумулятора при среднеактивном использовании, это примерно 6-7 часов включенного экрана. В принципе, этого должно хватать примерно на полтора дня, что, в принципе, нормальный, обычный, адекватный результат. За звучание Tecno Phantom X2 отвечает один динамик. К сожалению, это монозвучание, он расположен на нижнем торце. Да, увы, жаль, конечно, хотелось бы за эти деньги увидеть здесь стерео, звук, приятное качество. Звук достаточно посредственного качества, то есть, его можно там подрегулировать, поставить пресет, эквалайзер, но, тем не менее, это сильно не выручает. Для нетребовательного пользователя, если вам не сильно горит, как говорится, стереозвук, то, в принципе, звук здесь вполне адекватный. То есть, это не какой-то там дешевый обычный один динамик. Касаемо безопасности, здесь, в принципе, все стандартно. Есть датчик отпечатка пальца, который расположен в самом дисплее, и также можно сделать разблокировку по лицу, и либо же сделать какой-либо графический чип, код и так далее. Что же касается разблокировки по отпечатку, то, как сами можете видеть, разблокировка происходит мгновенно, никаких проблем нет, задержек тоже. Функция работает быстро. Смартфон работает на операционной версии Android 12-й версии и фирменной оболочке HiOS 12-й версии. Кстати, странно то, что уже вышла и 13-я версия, то есть, здесь до сих пор 12-я. Возможно, сюда версия выйдет позже, и он обновится. Но, в целом, что касаемо этой оболочки, она, в принципе, понятная, она простая, никаких с ней проблем нет. Подтормаживаний быть и не может при таком процессоре, хотя оптимизация тоже довольно-таки важная штука. Но, тем не менее, никаких проблем нет. Все понятно, все просто, все плавно. И все-таки, знаете, есть такое чувство, когда ты что-то ожидаешь, вот думаешь себе в голове накручивая, что вот оно вот такое вот. Потом знакомишься с этим устройством и понимаешь, ну, что это не то, что ты ожидал, не то, что думал, что оно так будет. И с этим смартфоном у меня произошло именно так. Но это неплохо. Во-первых, мы все-таки, наверное, развеяли миф о том, что Tecno делает чисто бюджетники какие-то там по 7000. Все-таки у них есть такая премиальная флагманская линейка с достаточно крутыми смартфонами, которые могут конкурировать с такими брендами, как Samsung, как Xiaomi. Казалось бы, там, компания, которая, ну, там, пару лет назад, особо-то никто даже не знал про нее, сейчас довольно-таки дерзко о себе заявляет, показывая вот такие вот смартфоны с необычным дизайном. То есть, ну, однозначно, конечно же, лайк. Все-таки хочется поговорить об этом смартфоне и о том, что мне понравилось в нем и что не понравилось. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам его дизайн вот этой вот задней спинки, и это очень интересно. Все-таки это дело вкусовщины. Давайте пройдемся по минусам и плюсам. Плюсом я сразу бы отнес его мощнейшее железо, запаса производительности которого хватит еще на долгие годы, и действительно, больше миллиона баллов в Antutu, это, конечно, очень круто. И это большой запас, это стабильность в работе, в принципе, это классно. Также нравится его изогнутый дизайн, конечно же, это дело вкусовщины, но, тем не менее, качество классное. Действительно, вот так вот, когда держишь в руке, будто бы один дисплей у тебя в руках. Также здесь 120 Гц, в принципе, классный дисплей, никаких претензий нет. Я бы все-таки отнес, наверное, его дизайн, так как он, ну, специфический, он необычный, он не похож на какой-то другой смартфон, и это тоже, конечно же, плюс. Из минусов я бы выделил то, что здесь пластиковая задняя крышка, казалось бы, то есть за 400 долларов смартфон, а мы имеем достаточно дешевые, недорогие материалы в корпусе, что, в принципе, странно. Хотя, в целом, ну, качество хорошее, никаких претензий нет. Также меня огорчило то, что здесь нет стереозвука, и мы не сможем наслаждаться, допустим, там, прослушиванием музыки, либо же, там, просмотром фильма, видео и так далее. Но, опять же, есть люди, которым это не важно, поэтому каждый решает сам для себя. Друзья, что думаете вы, напишите ниже в комментариях. Подпишитесь на канал. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.